В нашем эфире появляется Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт, прямо на связи. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий, рады вас видеть. Доброе утро. Понятно, что несколько бесполезно обсуждать направления, на которых может начаться контрнаступление ВСУ. Это логично, это должно быть в планах у Валерия Залужного и не более. Давайте поговорим о другом. Когда у нас будет создана достаточно сильная группировка или так называемый ударный кулак, для того, чтобы это контрнаступление из теории перешло в плоскость практики? Что у нас есть на данный момент и что нам нужно набрать для достаточно эффективного начала? Давайте говорить о том, что успешный характер контрнаступления во многом зависит от скорости переоснащения вооруженных сил Украины. Речь идёт о высокотехнологическом вооружении, которое поставляется Соединёнными Штатами и, соответственно, западными союзниками. В зависимости от скорости поступления средств поражения бронетехники и будет формироваться так называемый ударный кулак. Я напомню, согласно последних рамштайнов, принято решение о передаче в Украине порядка 200 единиц средств поражения. Речь идёт о ствольной артиллерии, реактивной артиллерии и, соответственно, около 600 единиц бронетехники. Это не только танки, но БМП и БТР. Часть данной бронетехники уже находится в пути и, соответственно, в ближайшем времени вооруженные силы Украины задействуют её непосредственно на поле боя. Основное решение последнего рамштайна – это увеличение количества снарядов, то есть возможности вооруженных сил Украины наносить огневое поражение по линии обороны противника. На мой взгляд, это коренное изменение тактики и стратегии проведения наступательных операций вооруженных сил Украины. Это позволит снизить коэффициент поражения, который сейчас пользуются россиян 1 до 2, 1 до 3 и, соответственно, дать возможность вооруженным силам Украины наносить удары по глубинным районам оккупированных территорий Украины. Речь идёт о соответственных средствах поражения с дальностью более 150 километров. То есть вот эта совокупность данных, а именно скорость переоснащения, скорость обучения и создания логистической структуры и даст возможность говорить о характере и временных рамках проведения успешного характера деоккупации. Тем не менее, как бы там ни было, я хотел бы ещё и сделать один очень, так скажем, серьёзный акцент. Несмотря даже на отсутствие на первом этапе значительной помощи со стороны стран Запада, вооружённые силы Украины, по состоянию на фактически февраль 23-го года деоккупировали порядка 40% украинских территорий. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, ситуация очень динамическая, она очень быстро развивается, на самом деле и меняется, война 21-го столетия. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами общаемся утром, за последние сутки вообще какие сейчас главные новости с театра боевых действий? В частности, конечно же, украинский Донбасс, там сейчас ожесточённые бои. Что произошло вот за минувшие сутки? И как эта, вот эта динамика развития событий на фронте, как она может влиять на будущее контрнаступление вооружённых сил Украины? Напрямую связано. Давайте говорить о том, что характер наступления российских оккупационных войск практически на всех участках фронта остановлен. По порядку. Первая, наиболее напряжённая ситуация в районе Бахмута. Благодаря введению оперативных резервов вооружённых сил Украины, российские оккупанты откинуты от трассы Бахмут-Константиновка на расстоянии порядка 3 километров. Это значительный тактический успех, который свидетельствует о том, что все заявления об оставлении вооружёнными силами Украины Бахмута, они части информационно-психологических операций российской стороны. Более того, есть заявление НИЛИ о том, что украинская сторона не собирается оставлять данный населённый пункт. Второй успешный характер проведения контрнаступления – это в районе Угледара. Фактически сейчас оккупационная власть вынуждена признать успешный характер встречных атак со стороны вооружённых сил Украины в районе так называемых дач. Если раньше речь шла о концентрированном ударе элитных подразделений вооружённых сил Российской Федерации, а именно 155-й и 40-й бригад морской пехоты, усиленных частями спецподразделений, то теперь картина абсолютно противоположная. Речь идёт о не только приостановлении характера наступательных действий со стороны оккупанта, но и, соответственно, успешных контрнаступательных операций со стороны вооружённых сил Украины. Третье – лиманское направление. Бои в районе Кремена и Деброва. Оккупантам не удалось продавить украинскую оборону в направлении Ямполевки и Торска. Бои приняли характер позиционных. То есть первоначальное продвижение оккупантов в глубь украинской территории на расстоянии до 4 км приостановлено. Несмотря на то, что в действие введены элитные подразделения вооружённых сил Российской Федерации, а именно 76-я дивизия ВДВ, 144-я и 3-я мотострелковая дивизия, которые считаются наиболее боеспособными. Играникивка. То, что вы сейчас показываете, купинское направление. За последние сутки дальнейшего продвижения вооружённых сил Российской Федерации не зафиксировано. Опять-таки, несмотря на то, что введены в действие подразделения 138-й мотострелковой дивизии, тоже считается одной из наиболее боеспособных. Причём особенность данного наступления заключается в том, что оперативные резервы перекидываются непосредственно с территории Российской Федерации. Ну и главное, коллеги, основное это то, что за последние сутки на границе с Украиной, то есть на территории Российской Федерации, замечено сосредоточение средств ПВО, то есть как радиолокационных станций, так и непосредственно ленитно-ракетных комплексов. Это говорит о том, что оккупант всерьёз рассматривает возможность нанесения ответных ударов со стороны Вооружённых сил Украины уже непосредственно по местам накопления личного состава и бронетехники на территории Российской Федерации. А это показательно. Ну, давайте как итог ещё скажем в продолжении Ваших слов. По данным нашего генштаба, 800 российских военных было уничтожено за последние сутки нашими вооружёнными силами, 16 вражеских артиллерийских систем, 2 танка и другая военная техника россиян, она подсчитывается. Дмитрий, хочу вам вопрос поставить следующий. В Луганск прибыли инструкторы из Ирана, которые будут обучать местных, судя по всему, пророссийских или завезённых из России военных оккупантов управлять беспилотниками. То есть Россия дальше делает ставку на беспилотные летательные аппараты, на шантаж, видимо, гражданской инфраструктуры. Насколько они эффективно проявляют себя в последнее время и насколько вообще этот инструмент может помочь России осуществлять её планы? Давайте говорить о том, что последнее решение Рамштейна – это передача систем ПВО. Причём идёт речь о том, что коллективными усилиями наших партнёров создаётся эшелонированная система ПВО, то есть малого, среднего и большого радиуса действий. Даже до последних двух Рамштейнов количество отбиваемых беспилотных летальных аппаратов – это порядка 90%. Говорить об эффективности их использования можно, в принципе, весьма условно. В то же время беспилотные летальные аппараты, как мы видим, используются в моменте изменения тактики нанесения ракетных ударов Российской Федерации. Речь идёт о так называемой волновой тактике. То есть сначала беспилотники, которые фактически прощупывают и обескровливают украинскую ПВО, а потом уже непосредственно идёт удар с использованием высокоточного, условно-высокоточного вооружения страны-оккупанта. То есть основная роль беспилотников – это фактически обескровливание украинской системы ПВО. Ну, судя по тому, что летают вот эти воздушные шары, то, наверное, и с беспилотниками временно у оккупантов проблемы, да, они их экономят. Спасибо вам огромное, Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт, был в нашем эфире. Спасибо.